пожалуй это был самым долгим ремонтом прошло полгода народ всем привет в этом видео к нам поступил macbook air 13 а 14 66 2017 года после обильного залить и вином клавиатура хрустит залипают клавиши на нем вот давайте попробуем его восстановить до рабочего состояния ремонт затянулся аж на шесть месяцев после залить и берем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем винты нижней крышки и также осматриваем все внутренности материнскую плату батарею каком она состоянии после залить и обязательно после снятия нижней крышки отстегиваем шлейф батареи и осматриваем все подробно как мы видим следы залить и вина липкие остались на нижней крышке также пострадала батарея и материнская плата также досталось вай фай модулю и шлейфу дисплея точнее разъему дисплея вот посмотрите видите след засохший винный обязательно перед мытьем нужно будет сделать фотографии до как это было вот а уже потом мыть как оказалось батарея в глубоком разряде возможно может и не оживет но это не точно отстегиваем шлейф дисплея и смотрим что он достаточно сильно пострадал особенно разъем дисплея выкручиваем винты отверткой t5 извлекаем батарею затем при помощи той же отвертки выкручиваем все винты материнской платы извлекаем ssd извлекаем вай фай модуль если у вас случается что случайно пролили жидкость на ваш маг то вам нужно будет срочно обращаться в любой сервис либо срочно купить отвертки снять нижнюю крышку и отстегнуть шлейф батареи у старых макбуков там шлейф просто отстегивается у новых там получается идут два шлейфа один мелкий и второй уже более с плотными контактами закрученный на винт то есть выкручиваем винт отстегиваем контакты и отстегиваем мелкий шлейф если упустить время то возможно будет даже уже поздно берем нашу материнскую плату также берем наш вай-фай модуль включаем теплую воду берем фэйри и начинаем отмывать контакты ну то есть контактную плату полностью и вымываем так как это вино сладкое а сладко это очень плохо для платы нужно будет именно сфере и отмыть потому что спирт не растворяет сахар вот при помощи зубной щетки зачищаем все полностью но перед мытьем еще раз напомню нужно сделать фотографии хорошем качестве с обеих сторон материнской платы это нужно будет впоследствии когда уже доберемся до пайки после того как все помоете нужно будет тщательно под теплой проточной водой все промыть а желательно дистиллированной водой прополоскать далее мы несем плату так как было лето я ее в машине на торпеду закидывал и она там несколько дней сохла после сушки мы видим что контакты по линии подсветки два контакта у нас получается от гнили их нужно будет восстанавливать вот здесь крупным планом посмотрите вот я их пробовал немножко зачистить и решил сверху каплю припоя припаять но что-то пошло не так я испортил данный разъем ну то есть не добраться до этих контактов они слиплись разъема такого нового у меня не было поэтому буду искать плату донор откуда будем снимать разъем снимаем наш неисправный разъем выпаиваем его аккуратно чтобы контактные дорожки остались на месте вот таким вот способом все это потекло расплавилась а вот плата донор откуда будем брать наш разъем он немножко другого цвета отличается от того что стоял но точно такой же просто я взял разъем с более раннего эйра 2013 года выставляем фен на 450 наносим флюс в разъем и начинаем с обратной стороны платы и и тщательно прогревать выпаиваем наш разъем видите он идеально снялся ничего не поплавилась потому что мы грели с обратной стороны и запаиваем наш разъем используя при этом сплав разы для того чтобы все контакты были пропаяны как следует потом отмываем полностью плату от флюса затем переходим к батареи батарея достаточно долгое время пролежала сейчас я ее очистил очищаем влажной тряпкой корпус все следы вина настал момент истины подключаем питание смотрим маг запустился но нет изображения изображение отсутствует слышен гонг есть старт изображение отсутствует поэтому я снова пропаиваю все контакты подкидываю нашу материнскую плату и уже смотрю на столе только power board для проверки включения дисплея возможно где-то что-то недопаялась ждем сейчас должна загореться папка с вопросом либо яблоко быть все дисплей включился но видите что подсветка как бы неравномерно распределяется то есть правая сторона она темнее левая светлее то есть контакт проходит плохо либо повреждилась подсветка самой матрицы либо где-то на контактной группе на материнской платье также может себя и шлейф вести потому что он также пострадал после залить и так папка с вопросом появилась отлично теперь можно будет собрать все в корпус и проверить подключаю ssd накопитель пока также в корпусе прикручиваю его для проверки нужно будет узнать и убедиться что он не пострадал после залить и система с него загружается подсоединяем питание ждем идет загрузка яблоко появилась очень хорошо значит и с операционной системой все должно быть в порядке все он загрузился до ввода пользователя батарея устала поэтому скорее всего ее также будем менять подсветка работает сейчас установлю новую батарею посмотрю на заряд и разряд установил новую батарею с оригинальным и полоским контроллером simple производитель батарея дубликат на 0 циклов перезарядки емкость стопроцентная батарея свежая за август месяц тот я решил обновить систему до каталины захожу на его внутренние ссд папку пользователей и переношу оттуда все данные ну то есть 6 папок нужно будет перенести в одну папку на рабочий ствол копирование произошло быстро потому что данных оказалось не так много там около 5 гигабайт всего еще также заметил что левая часть экрана в нижней части неравномерно подсвечиваются светодиоды где-то от середины все это последствия залить и данного macbook air вином устанавливаю каталину на него и потом сталкиваюсь с очередной проблемой система установилась только на третий раз поэтому эта часть видео я не снимала не вошла то есть получается она устанавливается доходит до середины потом зависает и на этом все после чего после установки я запустил тест и он мне выдал вот такую вот ошибку перегрева скорее всего она связана с перегревом затем вышла вот такая вот ошибка после перезагрузки экрана разделился на четыре части на 4 рабочих стола неравномерно но при этом маг работал и все также показывал данную ошибку ошибка появлялась после запуска стресс-теста хэвэн бенчмарк то есть она не проходила данный тест компьютер грелся под 105 градусов а это очень критическая температура перегрева и я тут подумал и решил сделать проставки то есть немножко отвести тепло на нижнюю крышку от процессора чтобы как-то снизить температуры перегрева после прохождения теста если выключить macbook и снова включить он все также разделяет экран на четыре части но если снова принудительно выключить оставить его 10-15 минут он просто полежит то включается работает идеально и опять же до теста если снова запустить тест через какое-то время он выдаст ошибку перезагрузится и разделить экран на четыре части точнее на четыре рабочих стола запускаем тест хэвэн бенчмарк сворачиваем его что поставить компьютер под нагрузкой и так смотрим температуры то есть тест только запустился а он уже греется свыше 100 градусов вот посмотрите внимательнее естественно в таком режиме он не должен работать это критическая температура перегрева также может связано с тем что каталина который я установил она не финальная то есть это 10-15-4 нужно будет мне уже скачать готовую версию финальную 10-15-7 вот в общем я его снова разбираю снимаю нижнюю крышку отстегиваю шлейф батареи беру отвертку t5 выкручиваю все снимаю радиатор добавляю термопасты то есть освежаю может я действительно мало термопасты на нем хотя вроде выглядит все прилично немножко добавляю и часть тепла я решил отвести на нижнюю крышку используя артик термопад проставочки 0 5 миллиметров высотой возвращаемся обратно в корпус все подсоединяем прикручиваем винты я думал что ну на этом все это избавит от перегрева то есть часть тепла будет отдаваться на нижнюю крышку вот они эти самые проставки артик термопад сперва я просто их уложил потом подстегнул батарею сверху просто накрыл крышку и решил немного его потрясти вправо-влево то есть посмотреть и так они слетели значит они не фиксируются далее укладем тогда друг на друга и тот же самый тест потрясем немного вправо-влево смотрим все они на месте значит зафиксированы и тепло будет отводиться на нижнюю крышку закручиваем винты запускаем снова наш тест ждем полчаса смотрим то есть ровным счетом у нас так практически ничего не поменялось все равно по-прежнему греется под сотню вот а нам нужно снизить температуру до 80 градусов разбираем все снова все отстегиваем также я решил заменить сам радиатор на всякий случай для того чтобы быть уверен беру новый радиатор исправный переношу на него резинку сперва не резинку я вставляю корпуса уже потом вставляю в радиатор закручиваю винты возвращая кулер и сверху также ставлю наши термал пар от артик чтобы отвести часть тепла на нижнюю крышку включая батареи прикручиваю винты собираю запускают тест она тесте у нас практически то же самое то есть никакой разницы и замена радиаторы практически не помогла то есть те же самые показания та же самая температура что делать но появилась еще одна проблема то есть он получается включается где-то до середины загрузки на этом виснет в простой температуры низкие там 40 44 градуса примерно так а тест он не проходит потом я уже решил откатиться откатить систему то есть я перри переустановил на хай серу а две версии ниже и показатели стали меня радовать то есть на хай серии работает стабильно температура не поднимается ну то есть практически даже до 90 градусов не доходит тест проходит стабильно и вот теперь настало время его отдавать как раз к этому времени уже наступила 10 декабря 2020 года на улице снег люди готовятся к новому году на этом все пока